Мы изучаем послание к Колоссянам. Мы будем продвигаться с той же самой скоростью, с которой двигались, изучая Евангелие от Луки, благодаря тому, что в проповеди я использую те же самые стихи, которые я использовал на прошлой неделе, и, наверное, я буду проповедовать, основываясь на этих стихах следующие несколько недель. Захвативающе! Не так ли? Наша цель не развлечься, а погрузиться в эту тему. Насколько это будет возможно, мы будем так готовить проповеди, чтобы в конце оставалось время для вопросов и ответов. Я думаю, что это будет весело, и мне очень нравится непредсказуемость этого. В это время обычно происходит самое лучшее. Поэтому, если во время проповеди у вас возникнет вопрос, вы можете отправить свой вопрос эсэмэской по этому телефону. И в конце служения мы попытаемся рассмотреть два, три, может, и четыре вопроса. Помните об этом. Хорошо? Эту проповедь я назвал «Божья воля в Божьем Слове», потому что мы все еще витаем над этой концепцией о Божьей воле. Мы начали этот отрывок на прошлой неделе. В центре этого отрывка Павел молится о том, чтобы мы наполнились познанием Божьей воли. И сегодня мы рассмотрим, как эта концепция относится к Слову Божьему, которое мы изучаем. Мы сейчас рассматриваем послание к Колоссянам, первую главу, с 9 по 12 стихи. Те же стихи, которые мы рассматривали на прошлой неделе. Апостол Павел говорит, «По этой причине, с того дня, как услышали об этом, мы так же не прекращали молиться за вас и просить, чтобы вы исполнились, исполнились познания воли Божьей, мудрости всяческой и понимания приносимых Святым Духом». Почему это так важно, Павел? «Табы вели себя так, чтобы быть достойными Бога». На прошлой неделе мы увидели, что «достойно» не значит заслуживать чего-то, как будто мы пытаемся возвратить долг за что-то. Это значит жить такой жизнью, которая согласуется с Господом, находится с Ним в гармонии, которая отображает тот факт, что Он есть Господом нашей жизни. В греческом языке используется слово «аксиос». Это аксиоматично, исходя из того, кто есть Господ. Мы должны жить аксиоматически вот таким образом. «Табы вели себя так, чтобы быть достойными Бога». Вот как это выглядит. «Чтобы всякие ваши добрые дела приносили плоды, чтобы росло ваше познание Бога». Когда мы наполняемся мудростью Бога, мы укрепляемся согласно великой силе Его, больше не надеясь на свои ресурсы. И когда мы наполняемся Его великой силой, тогда даровано вам будет долготерпение и выносливость, даже когда мы переживаем преследование, как и христиане в колоссах. Иногда ужаснее преследование в Римской империи. И не только это. Мы живем, чтобы радостно возносили вы благодарность Отцу, потому что наша сущность наполнена признательностью. Кто даровал вам возможность получить свою долю в наследии, принадлежащем светлим людям Божьим. Слава Богу! Какой чудесный отрывок! Отче, наполни нас познанием Твоей воли. Используй эту пробу как инструмент, чтобы мы возрастали в нашей способности покоряться Твоей воле, распознать Твою волю и быть такими людьми, которые живут в соответствии с Твоей волей. Молим Тебя именем Иисуса. Аминь. Возвратимся немного к той теме, о которой мы разговаривали на прошлой неделе, пока мы вступаем на новую территорию. Существует несколько совершенно оправданных вопросов, на которые нам необходимо ответить о том, как нам распознать Божью волю. По моему мнению, это то, с чем мы все до некоторой степени боремся, следуя за Иисусом. Бывают времена, когда действительно хочется знать, что же он думает, как он тут будет меня направлять. Мне сказали, что одна из наиболее часто встречаемых просьб, если не самая частая, которую наша молитвенная группа получает во время служения, и, между прочим, я советую вам воспользоваться их помощью во время богослужения, они находятся по обе стороны нашего зала и готовы молиться с вами о любых проблемах, которые у вас есть. Так вот, они часто получают запросы от людей, которые хотят знать Божью волю относительно разных вопросов. Иногда ставки очень высоки. Должен ли я пребывать в этих отношениях или прекратить их? Должен ли я переехать в другое место или оставаться тут? Как мне быть в этой ситуации? Подать мне в суд на того человека или нет? Люди хотят знать волю Бога. Все эти вопросы оправданы, и мы будем говорить об этом сейчас, на следующей неделе и, может, даже через неделю. Как же распознать Божью волю? Но я не думаю, что самая основная проблема в этом, о чем я и говорил на прошлой неделе. Самая основная проблема в том, чтобы иметь такое сердце, которое желает этого. Действительно ли мы хотим покориться Божьей воле? Помним ли мы то, что мы вообще-то должны покоряться Божьей воле? Мы обусловлены частично из-за грехопотения, а частично из-за американской культуры, в которой мы живем. Нас систематически обуславливают жить самостоятельной жизнью. Мы люди, которые имеют право на жизнь, свободу и стремление к счастью. Мы имеем свободу, и это наша национальная религия. Поэтому мы живем с таким образом мыслей о независимости, и мы чрезвычайно ценим ее, а также нашу свободу и нашу волю. Поэтому жить с представлением о том, что мы покоряем свою волю кому-то еще, действительно противоречит нашей культурной обусловленности. Это противоречит нашей падшей природе. В теории мы можем это делать. Что часто и происходит, мы это делаем в теории. Да, Иисус мой Господ. Но на самом деле, Он наш Господ только до той степени, до которой мы покоряемся Ему в каждый данный момент. Потому что вся наша жизнь состоит из моментов, которые следуют друг за другом. Задайте себе вопрос. Сколько раз на этой неделе вы делали то, что, как вы чувствовали, является волей Господней, что вы бы не сделали в любом случае? И я говорю это не для того, чтобы пристыдить нас, но чтобы обратить внимание. В большинстве случаев мы живем как атеисти. Мы поступаем по собственной воле. Поэтому нашей молитвой должна стать вот эта молитва Павла. Он постоянно, без устали молился о том, чтобы колоссианы наполнялись познанием Божьей воли. Они держали Бога на предоплате, просто консультантом, как я уже говорил на прошлой неделе. И мы звоним Ему, когда нам нужен небольшой совет, или существует правило, что мы должны Ему звонить, когда дело серьезное. Таким образом, Бог — наш консультант. Но во всем остальном мы живем своей собственной жизнью. Мы — господа нашей собственной жизни. Нет, нет, нет. Быть наполненными познанием Божьей воли значит быть опустошенными от самих себя. По-другому никак. Поэтому наша молитва должна быть такой. «Господи, опустоши меня, чтобы я покорился Тебя и искал Тебя». Помни, что в этом суд Царства. Пребывание в Царстве Божьем означает, что вы являетесь владичеством, над которым царствует Бог, и это значит, что вы покорились Его воле. Давайте будем жить так и иметь такой тип мышления. Если мы это не практикуем, тогда мы во всем остальном сами себя обманываем. Мы пытаемся понять, в чем же Божья воля, но не покоряемся Ему каждый день. Но наличие такого типа мышления, которое постоянно будет Ему покорено, и которое осознанно и от всего сердца будет искать этого, само по себе еще не дает ответа на вопрос, как же мы можем знать, что есть Божьей волей. Вот этим мы сейчас и займемся. Сегодня утром я хочу поговорить о самом основном способе, как мы можем узнать волю Божью. Самый основной способ — это Библия. Библия дана нам как инструмент познания Божьей воли. Она устанавливает параметры, в рамках которых мы можем познать, что есть Божьей волей. В Псалме 118, в 105 стихе говорится, «Слово Твое, светильник ногам Моим, оно освещает мне путь». Тут мы олицетворяем того, кто идет ночью, в темноте, может быть, по горной тропе, и у него в руках лампа, которую он держит внизу у ног, чтобы видеть свой следующий шаг. Тот луч света не показывает, где вы будете через месяц, а всего лишь освещает ваши следующие несколько шагов. И это позволяет вам не упасть в ночи. Слово Божье похоже на эту лампу. Оно направляет наши шаги. Оно указывает нам направление, в котором мы будем двигаться. Оно подобно карте. Это окончательный критерий, посредством которого мы можем различить, что является Божьей волей, а что нет. Все, что мы можем слышать и считать Божьей волей, я думаю, может, Бог хочет идти сюда, а может, туда, должно соответствовать Библии. А если не так, тогда это хорошая причина считать, что услышанное вами не есть Божьей волей. Может, это был ваш собственный голос, или пастрома урчала в животе, или какие-то воспоминания, что угодно. Но Библия устанавливает параметры, в рамках которых мы понимаем, какой должна быть Божья воля. Это значит, что есть много чего, о чем нам не нужно молиться. На самом деле, есть много молитв, которые не соответствуют воле Божьей, потому что Он уже сказал свое мнение. Вот моя воля. Нам не нужно возвращаться и спрашивать, «Разве это твоя воля?» Нет. Читайте эту книгу. Читайте книгу. Вот классический пример, который раскрывает суд. Павел обращается к Эфессианам. Пятая глава, первый и второй стих. «Подражайте Богу». Тут использовано греческое слово «мимитай», от которого произошло слово «имитировать». Поэтому подражайте Богу. Подражайте Богу, и, конечно, мы должны подражать Богу в Иисусе Христе, в котором Бог стал видимым. Поэтому следуйте за примером Бога. Живите в любви. Вот как это выглядит. Живите в любви, точно так, как и Христос нас полюбил и отдал самого Себя за нас. Вот так и поступайте. Живите в любви. Поступайте с другими так, как Христос поступил по отношению к вам. Он умер за вас, когда вы еще были Его врагами. Живите так. И это значит, что мы никогда не должны молиться. «Боже, хочешь ли ты, чтобы я любил этого человека?» Вам никогда не нужно так молиться. Вы никогда не должны молиться. «Господи, мне их любить или презирать?» А можно мне их просто ненавидеть? Нет. Знаете что? Просто следуйте за примером Иисуса Христа. Вы можете молиться. «Господи, дай мне мудрость, как их любить?» Или можете молиться. «Господи, дай мне силу любить их. Укрепи меня, чтобы я мог любить их. Покажи мне наилучший способ любить их». Но вы не должны молиться о том, любить их или нет. Для всех людей, во все времена, в любых ситуациях, без всяких «но» или «если», невзирая на то, хорошо ли они к вам относятся или нет, или угрожают вам, ваша задача — быть Иисусом по отношению к ним. Поэтому об этом можно не молиться. Это снято с повестки дня. То же самое касается и многого другого. «Господи, должен ли я быть щедрым или скупым?» Какова Твоя воля? Можно быть скупым? «Боже, а мне всегда говорить правду?» Или можно обмануть? «Боже, а какая Твоя воля относительно верности моему супругу?» Разве нельзя допустить отношения с кем-то другим? Вам даже мыслей таких допускать нельзя. «Боже, должен ли я быть смиренным или высокомерным?» «Какая Твоя воля?» Потому что это так тяжело понять. Я был бы благодарен, если бы узнал ее, Господи. «Так какова Твоя воля?» Понимаете? Он уже высказал свое мнение по этим вопросам. Он уже сообщил нам свою волю. Она абсолютно ясна. Следовать примеру Иисуса Христа. В этом все включено. Когда вопрос касается познания того, какой характер Бог хочет видеть в нас, куда бы мы ни шли, что бы мы ни делали, что бы мы ни решили, когда вопрос касается познания Божьего характера и взаимоотношений, которые Он хочет иметь с нами, и которые Он хочет, чтобы мы имели с собой и другими, все это ясно изложено в Писании. И Писание — абсолютный критерий, абсолютная лампа, которая направляет наши шаги, когда мы идем в этом темном мире. Сказав это, нужно обратить внимание на несколько вопросов, с которыми нам необходимо поступать осторожно. Следование за Библией или обращение к Библии, чтобы распознать Божью волю, наш самый фундаментальный критерий — это наш луч света, но также существует возможность неправильно истолковать Божье Слово, а также существует возможность злоупотреблять Словом и насиловать Словом. И нам нужно остерегаться всего этого. Одна из трудностей в наше время вот какая. Когда я говорю о чтении Библии, изучении Библии, о пребывании в Слово, то, вероятно, в вашей голове появится образ вас самих или знакомого человека, который самостоятельно читает Библию в своей спальне, может, даже на коленях, читает и изучает Библию. Вот такое представление о тех, кто читает Библию. Вы читаете Библию одни в своей комнате. Вам нужно знать, что на протяжении большего периода всей истории никто так не думал. Этот феномен возник в западной культуре на протяжении последних двухсот лет, когда большинство людей научились читать, а стоимость печати Библии заметно уменьшилась. Так что большинство людей имеют Библию или даже десять. И теперь мы можем читать Библию индивидуально, но не всегда так было. В течение большего периода истории очень немногие умели читать, и книги были чрезвычайно дорогими, так как их приходилось переписывать вручную. Поэтому большинство людей не умели читать и не имели книг. И чтение книг или знакомство с книгой происходило тогда, когда кто-то читал ее вам. И это происходило в 99,99% случаев. И обычно это происходило в контексте местной общины. И когда авторы Библии писали свои книги, они представляли себе не отдельного человека, изучающего их послания, а что эта книга читается перед группой верующих, а потом обсуждается в этой среде. Вы можете найти упоминание об этом в начале книги Откровения, где написано, «Счастлив тот, кто читает в голос и те множественное число, что слушают слова этого пророчества и исполняют написанное в нем». Поэтому он писал с намерением, что кто-то будет читать эту книгу, а остальные будут слушать. И в этом состоит огромная разница. Вы тогда не пытаетесь сфокусироваться на разных мелочах. Когда вы слушаете эту книгу, вам приходится думать об общем воздействии, о ее общем впечатлении, а не о том, чтобы выделить каждый особенный глагол и пытаться связать его с современными событиями. Библия писалась с представлением, что ее будут слушать в контексте группы людей. Библия писалась с представлением, что ее будут слушать, обсуждать и изучать в контексте группы людей. Вот почему, особенно в Новом Завете, подчеркивается особенная важность учителей. Бог знает, что когда дело касается понятия других культур и древних книг, то это нелегко. Существует огромный потенциал для неправильного понимания. Поэтому очень важна роль учителей, которых Бог выделил, призвал и наделил особым даром, чтобы они разбирались в культуре Библии, знали язык и понимали трудные вопросы, чтобы учить и направлять людей в вопросах прочтения и интерпретации Библии. Когда все на своих местах, общество и хорошее учение, тогда гораздо меньше вероятность, что человек будет иметь свое собственное толкование, которое может привести в страну грез, предполагая, что их собственное истолкование и есть тем, что Библия на самом деле говорит. Тут не имеется в виду, что неправильно самому читать Библию. Нет. Я призываю вас к чтению Библии. Но вы всегда должны осознавать то, чего вы не знаете. Поэтому вы не должны предполагать, что смысл, который вы сейчас видите в том стихе, есть его действительным значением. Иногда мы можем неправильно все понимать, даже когда нам кажется, что все очевидно. Несколько лет назад, одна моя знакомая, хорошая христианка, начала свой бизнес. Она считала, что это Божья воля, и много молилась об этом. Начало было хорошее, но через пару месяцев все рухнуло, и она обанкротилась. Но вместе с этим рухнула и ее вера, потому что она считала, что стих, который ей даровал Бог, и за которым она последовала и начала свой бизнес, это притча 16.3, «Вверяй Господу свои дела, и замысли твои свершатся». Вот написано. Бог сказал это, и я верю этому, и мне этого достаточно. Мне очень нравится эта песня, но вопрос в том, что же на самом деле сказал Бог. Сначала вам нужно убедиться, что же Бог сказал, прежде чем все поставить на это. Кажется, что этот стих достаточно прямолинейен. Ваши замысли совершатся. Невозможно совершаться, невероятно совершаться, они точно совершатся. И вот она верила в свои планы Господу, они провалились, и она подумала, что Бог обманул ее, и она больше уже не может Ему доверять. Но послушайте, необходимо задаться таким вопросом. Может ли такое быть, что если вы предадите свои планы Господу, основываясь на этом одном стихе, то исключится возможность, что ваша фирма разорится? Действительно? А есть ли возможность, что, вверяя свои планы Господу, вы одновременно можете принимать глупые решения? Разве иногда такое не происходит? Разве фирмы никогда не прогорают, несмотря на то, что вы вверяете свои планы Господу, и что вы богобоязный не человек? Может, вы в бизнесе просто не разбираетесь? Может, ваши решения были неправильными? Может, кто-то вас обограл? Может, кто-то ваш дом поджег? Может, кто-то на вас в суд подал? Они были неправы, но все равно выиграли. Много подобного происходит, не так ли? Разве каждый провал в бизнесе происходит из-за того, что кто-то не доверял Богу? Подумайте над этим. Действительно ли, когда вы вверяете свои планы Господу, тогда исключается возможность, что кто-то, даже Ангелы, не примет какого-то решения, которое может отрицательно повлиять на вашу фирму, как будто вдруг Бог отменил свободу воли, потому что вы вверили Ему свои планы. Разве тут не происходит что-то другое? Тут классический пример. И я постоянно вижу, как такое происходит с верующими. Чисто сердечные люди могут ухватиться за что-то и привести себя к большому разочарованию, если у них нет правильного понимания. Я понимаю, как кто-то в нашей культуре может прочитать данный текст и прийти к заключению, что у них в руках находится волшебный принцип, гарантирующий финансовый успех. Я это понимаю, потому что наша культура отличается от древней культуры. Вот почему было бы хорошо иметь такого учителя, который объяснил бы нам, как эти притчи работают, и роль киперболи в древних культурах, особенно в древних культурах Ближнего Востока. Они использовали язык преувеличения, безоговорочные, недвухсмысленные выражения, без нюансов для подчеркивания. И чтобы подчеркнуть что-то действительно важное или поставить восклицательный знак, они использовали крайние формы выразительности. Поэтому автор и говорит, «Вверяй Господу свои дела и замысли твои свершатся». Не потому что он открывает нам волшебный принцип, но потому что он хочет подчеркнуть, что очень важно вверять свои планы Господу. Но никто не воспринимал этот стих буквально, будто нет ни малейшей вероятности провала планов. В Библии много таких учений, и вы должны понимать, что вы имеете дело с древней литературой. Настав ребенка на верный путь, он и в старости не собьется с него. Является ли это волшебным принципом, который устраняет свободу выбора ребенка, если вы достаточно хорошие родители? И что, такой ребенок не может стать преступником? Ведь есть родители хорошие христиане, которые делали все возможное для своих детей, а те потом становились наркоманами, или оказывались в тюрьме, и тому подобное. Ну, это, вероятно, вина родителей, правильно? Нет, нет. Видите, этот стих говорит об этом в безоговорочной, недвусмысленной форме, но его нельзя принимать буквально. Или вот Иисус сказал, «Если твой правый глаз влечет тебя к греху, вырви его и отброс прочь». Вы такие вещи не должны воспринимать буквально. Очень важно знать культурный фон Библии. Не предполагайте, что текст говорит то, что вы думаете. Читайте его в общественном контексте, и за информацией обращайтесь к хорошему учителю, который, к счастью, у вас уже имеется. Поэтому мы двигаемся дальше. Мне быть скромным или... Я шучу! Да прекратите уже! Хватит! Я не ищу похвалы. Вот что еще важно. Когда вы читаете Библию, всегда читайте ее в контексте. Всегда читайте ее в контексте. Мне нравится выражение «Текст без контекста, 33 подтекста». Можете его запомнить. «Текст без контекста, 33 подтекста». Говоря простыми словами, если вы вырвете стих из контекста, тогда вы сможете доказать что угодно. Даже не нужно стараться обманывать себя или кого-то другого. Мы делаем это автоматически. Наш мозг и наша фильтрующая система так устроены, что если мы не обращаем внимания на контекст, тогда мы найдем себе любой подходящий стих без контекста, и он подтвердит мысли, находящиеся уже в нашей голове, и оправдает то, что мы собираемся сделать. Мы автоматически так выбираем. Все должно рассматриваться в контексте. Вы все, или часть из вас, видели видео пару недель назад, когда мы отмечали конец изучения книги от Луки. В том видео был сделан монтаж моих цитат, выдержек из книги Луки. И это было чрезвычайно смешно, потому что меня там представили, как будто я говорю, что Бог ненавидит брак, Богу нравится развод, Бог проклинает вас детьми и тому подобное. Или что я готов через ад пройти, чтобы стать президентом, и еще много такого смешного и дикого. Ну, может, я и пошел бы на это, но не в этом суд. Те высказывания были смешными, потому что они были вырваны из контекста. А если вы цитируете кого-то вне контекста бум, тогда вы можете приписать им что угодно. Всегда смотрите на контекст. Иначе вы можете что угодно приписать и доказать. Вот пример, спорный пример, но поэтому он и веселый. Однажды в нашем колледже в Эфиль ко мне подошла студентка, которая была очень умная, и которая источала огромный потенциал лидерства. И сказала, что у нее в последнее время происходит большая духовная борьба с тех пор, как она начала посещать мои лекции. Сатана нападал на нее и искушал, так что она постоянно видела образы того, как она занимается тем же самым, что и я. Преподавала. Была пастором. И проповедовала. Она говорила, что она молится, чтобы эти мысли не посещали ее, но никак не может избавиться от них, и почему нет избавления? Я спросил ее, не рассматривала ли она такой вариант, что, может, это Бог пытался с ней говорить, а не дьявол? Но видите ли, ее пастор когда-то указал на вот этот стих. Пусть женщина учится молча в полном послушании. Я не разрешаю... Вот я слышу, аминь. Я знал, что услышу, аминь. Я не разрешаю женщине учить или руководить мужчиной. Пусть молчит. Ю-ху! Вот такой стих. Бог сказал это. И я в это верю. И этим для меня вопрос решен. Бог сказал это. Ладно. Этот стих говорит так. Это часть Божьего слова. Но всегда нужно смотреть на контекст. Давайте посмотрим на два предыдущих стиха, потому что это все части одной мысли. Павел говорит, «Так же и женщинам следует одеваться скромно и пристойно, соблюдая приличия. Пусть они украшают себя неплетением волос». Так, посмотрим, у кого тут волосы заплетены. Духи завели у тех, у кого заплетенные волосы. Золотом. Золото? Есть у женщины с золотом? Прямо сейчас. Я получаю слово, что нужно призвать к алтарю. Сложите свое золото у алтаря. Несите сюда все свое золото и жемчуг. Жемчугом. И прямо сейчас распустите свои волосы. И дорогой одеждой. Принесите ее сюда прямо сейчас. Нет, лучше не делайте этого. Да, я иногда странный. Но вот в чем дело. Я не слышу людей, которые всюду заявляют, что этот запрет, чтобы женщины не заплетали свои волосы, является универсальной вечной истиной. Это было бы довольно произвольно. Бог сказал, я не люблю заплетенные волосы. Но я не слышу подобное насчет золота и жемчуга или дорогих одежд. Но вдруг, когда Павел говорит, эй, женщинам нельзя учить или иметь власть над мужчинами, тогда это вдруг превращается в вечный универсальный принцип. Возможно, тут что-то иное происходит. Люди с таким убеждением абсолютно искренне, и я их уважаю. Этот вопрос сложнее, чем я могу его раскрыть прямо сейчас. Но факт в том, что этот контекст четко указывает на культурную особенность того времени. Он имел особое значение в той культуре, в которой Тимофей был пастором, в Эфесе. Плетение волос там имело такое значение, которое не имеет в наши дни. Золото и жемчуга, и тракоценные одежды, и учения в религиозной ситуации того времени, имели такое значение, какое они имеют сейчас. И там оно имело такое значение, которое они имеют тут. Из этого мы можем извлечь некоторые принципы. Но произвольно заявлять, что один из этих принципов является универсальным, нельзя. Контекст должен проливать свет на его значение, на его роль и место в нашей теологии и на то, что мы с ним делаем. Вот на что это похоже. Вот что происходит в этом отрывке. Если вы хотите быть миссионером в Афганистане, и вы женщина, то я бы призвал сделать следующее. Первое. Не хотите одни. Второе. Идите с мужчиной. И третье. Тот мужчина хотя бы должен иметь вид, что он главенствует над вами. Потому что в большинстве районов Афганистана, если вы будете демонстрировать свое главенство, то из этого ничего хорошего не выйдет, и вы только подвергнете риску собственную безопасность. Это патриархическая культура, в которой доминирует мужчина. И как миссионер в той стране, вы должны начать с их культуры и потом постепенно направлять их в нужном направлении. Вы не можете проехать по их культуре бульдозером. В таком контексте, в этой культуре, по моему мнению, я бы не хотел, чтобы женщина учила или главенствовала над мужчиной. Если же вы не едете миссионером в Афганистан, а в Европу, Францию, например, я бы сказал, да, пожалуйста, если у тебя дар и призвание, вперед. Но в других культурах дело обстоит по-иному. И поэтому, когда мы рассмотрим исторический контекст церкви в Эфесе, тогда понятно, почему Павел накладывает такие сильные ограничения на роль женщины. Сейчас я не могу вдаваться в детали, но для этого есть четкая историческая причина. Но эти ограничения нельзя применять повсеместно и в любое время. Еще вот что. Рассмотрите контекст Библии. Очень важно читать каждую отдельную часть Библии во свете всей Библии. Вся Библия написана, до некоторой степени, с точки зрения патриархальной культуры. Это было историческое реалия той культуры, где доминировал мужчина. И даже Бог, о чем мы скоро поговорим, должен был приспособиться к этому, передавая свое слово. Все книги были написаны мужчинами, почти все, с точки зрения мужчины, но есть и исключения. И если бы это было вечным универсальным принципом со стороны Бога, что женщина никогда не должна учить или иметь власть над мужчиной, тогда как можно объяснить эти исключения в Библии? Вы в ней видите и женщин-лидеров, и женщин, которые учат. На самом деле, там есть и такие женщины-учителя, которые даже преподают части Библии, богодухновенного слова Бога. Мария в первой главе Луки поет известный магнификат, словословие, песню, в которой прекрасное учение о том, как Господь действует в истории. Но если бы это был вечный универсальный принцип, что женщина никогда не должна учить и иметь власть над мужчиной, тогда ангел должен был закричать ей, «Замолчи, Мария, ты же женщина!» Или если уж это попало в Слово Божие, тогда там должна быть вставка, предупреждение. Мужчине, перестаньте читать эти слова, потому что Бог запретил, чтобы вы научились чему-то от женщины. Нет, но вот оно есть в богодухновенном Слове Бога, и когда верующий мужчина читает его, тогда он слушает женщину, и его учит женщина, которую вдохновил дух. Слава Богу, что мы живем в такой культуре, где уже нет такого запрета. Аллилуйя! Так что всегда важно рассматривать литературный контекст и также контекст всей Библии. И последнее, что я хочу сказать, после этого мы перейдем к вопросам, поэтому подумайте, о чем бы вы хотели спросить. Когда вы обращаетесь к Библии, чтобы узнать волю Бога, всегда важно различать Божью идеальную волю и Божью адаптированную волю, или, как некоторые говорят, Божью разрешающую волю. Божья идеальная воля — это то, что Бог бы хотел, если бы все было совершенным. А адаптированная Божья воля — это то, на что Бог соглашается, принимая во внимание, что мир несовершенен. В большинстве ситуаций, по крайней мере, до некоторой степени, на протяжении всей истории, вопрос не в том, какова идеальная воля Бога, а вопрос в том, принимая во внимание, в каком состоянии весь этот мир, какая воля Бога наилучшая в данной ситуации. Принимая во внимание ограниченность вариантов, какой же вариант предпочтительнее? Это есть адаптированная воля Бога. Классический пример — это брак. Как это ясно видно в Бытие 1 главе, до крихопадения идеальная воля Бога была в том, чтобы в браке был один мужчина и одна женщина, чтобы они имели детей и были вместе всю свою жизнь. Моногамия. Но произошло крихопадение, и мир изменился. Мужчины уходили на войну и погибали. И в мире жестокости, в котором мы живем, женщины не имели защитника. А в жестоких культурах женщины и дети очень уязвимы. Иногда они умирали от голода. И вот мы видим в Библии, что Бог на некоторый период времени учитывает этот факт. Моногамия — моя идеальная воля, но я уступаю в этом вопросе, так как полигамия имеет многих жен лучше, чем позволит, чтобы женщины и дети страдали от насилия и голода. Мы видим, как он адаптирует свою волю. Однажды он даже разрешил иметь наложниц, что даже не было официальным браком. Это было далеко от идеальной воли Бога, но это было лучше, чем оставить женщин и детей на голодную смерть, оставить их беззащитными. Бог приспосабливает свою волю к ситуации в этом патчем мире. В Библии четко видно, что идеальная воля Бога была в том, чтобы сделать мужчину и женщину равными. Мы вместе есть образом Божиим. Но этот мир погряз в грехе и началась борьба за власть, где мужчины из-за своей превосходящей силы, если говорить языком статистики, в основном стали главенствовать и началась битва между разными полами. Божью идеальную волю мы видим во Христе, в котором нет уже ни мужчины, ни женщины. Нужно отложить важность этого разделения. Но в этом патчем мире идет война, где мужчина главенствует. Поэтому Бог, как миссионер в этом мире, должен был адаптироваться к этой структуре. Поэтому в Библии вы находите его разрешающую волю, его адаптированную волю, которая как бы соглашается с тем, что женщины не имеют прав и являются собственностью мужчин. Он как бы соглашается, что женщина не должна учить и иметь власти над мужчиной. На некоторый период времени так и есть, но только как адаптация к ситуации. Но его идеальная воля очень отличается от этого. В некоторых частях Библии вы можете увидеть, что Бог как бы одобряет рабство или жестокость. И Бог полностью удовлетворен царями и правительствами. Впрочем, когда израильский народ пожелал избрать себе царя, пожелал правительства, Бог сказал, что они отвергают его. Но он их не останавливает. Он адаптируется к их желанию и начинает выбирать им царя. Это Божья адаптированная воля. Что же это различие может значить для нас? Оно может проявиться двояко. На этом я закончу, и мы перейдем к вопросам. Просто из-за того, что что-то когда-то было Божьей адаптированной, разрешающей воле в Библии, не значит, что это воля Божья и для нас прямо сейчас. Если Бог что-то допустил в прошлом, это не значит, что у нас такая же ситуация сейчас. Вот почему я считаю, что женщины могут учить и иметь власть. И этому мы учим здесь. Потому что мы не находимся в том месте, где находился древний Эфес. И у нас не такая ситуация, какая прямо сейчас в Афганистане. Я не хочу, чтобы кто-то сегодня вышел и заявил, я стану многоженцем, потому что это есть в Библии. Вон у Давида было много жен. Если для него это было нормально, то и для меня тоже. Я доверяю тому, что Бог сказал, этого довольно и для меня. Полигамия. Можно с этого сделать песенку. Нет. Бог действительно разрешил это, но не для нас. По крайней мере, не здесь. Если вы поедете в Кению или в другое место, там, насколько мне известно, Бог еще допускает это. Если вы поедете туда, и вы не будете частью той культуры, и преследуя идеальную волю Бога, вы начнете разрушать полигамные браки, то вы точно принесете больше вреда, чем пользы, потому что тогда проявятся все причины, почему Бог разрешил полигамию. Женщины и дети останутся без защиты и будут уязвимы, будут выброшены на улицы и будут голодные. Поэтому до сих пор существует такой компромисс, и вам необходимо знать саму культуру, чтобы понять, что еще действует, а что уже нет. Второе. Только из-за того, что в Библии описана идеальная воля Бога, и вы знаете об этом, это все равно не значит, что это Его воля относительно вас прямо сейчас. Потому что Бог, возможно, до сих пор адаптируется, и я даже уверен, что Бог до сих пор адаптируется в некоторой степени. Да, мы наполнены духом, и у нас возрожденная природа, но мы живем в мире, который несовершенен, и мы сами несовершенны, поэтому Бог до сих пор приспосабливается. Если вы будете маршировать в Кении, как я уже упомянул, и будете разрушать их семьи, да, моногамия является Божьей идеальной волей. Но иногда применять идеал в такой ситуации без любви или будучи плохо проинформированным, это зло. Вы принесете вред. Для того, чтобы иметь хоть капельку мудрости, распознать, насколько вы или любой другой человек близки к идеалу, и чтобы иметь хоть капельку мудрости относительно того, как Бог адаптируется к данной группе людей или к отдельному человеку, вам нужно находиться внутри этой культуры и близко знать этого человека. У вас должны быть взаимоотношения с ними. Вам необходимо прожить вместе очень большой период жизни, чтобы иметь хоть чуть-чуть мудрости и сообразить, что Бог хочет для данного конкретного человека, насколько он может приблизиться к его идеальной воле, а что просто нужно приспособить. Для этого вам нужно быть внутри. Это значит, если вы не знаете их жизнь изнутри, если вам не был дан туда доступ, тогда это не ваше дело выяснять, какая идеальная или адаптированная воля Бога может быть в их жизни. Ваша работа — благословлять их, соглашаться с тем, что Бог умер за них, что Иисус умер за них, и это все. Обычно что происходит? Мы натренированы в наших религиозных кругах применять к себе в нашем племени Божью разрешающую волю, а к другим людям применяем Божью идеальную волю. Бог понимает, что мы все еще в процессе, Он понимает наш грех, но в жизни всех других людей мы применяем Его идеальную волю, и это называется осуждение, а Библия резко выступает против этого. В Библии существует много неясных моментов, и мы должны знать об этом, но в центре всего находится ясная Божья воля для нашего характера и наших отношений смотреть на Иисуса Христа. Перед ответами на вопросы хочу еще вот что сказать. Когда вы самостоятельно читаете Библию, а я призываю вас к этому, тогда хорошо бы иметь группу людей и учителей, но также хорошо пользоваться и другими ресурсами, чтобы вы знали, какую литературу читаете. И мы очень рекомендуем книгу Гордона Фи и Дагласа Стюарта, «Как читать Библию и видеть всю ее ценность». Очень хорошая книга, которая дает вам все исходные данные о Библии, которые вам необходимо знать, если вы хотите правильно интерпретировать Библию и не отклоняться в сторону. Итак, у нас есть два вопроса. Джейсон спрашивает, «Как нам узнать волю Бога по вопросам, о которых в Библии ничего не говорится?» Именно об этом мы и собираемся говорить следующие несколько недель. По крайней мере, следующая проповедь будет об этом. Библия подробно не описывает многое из того, с чем мы сталкиваемся сегодня. Есть принципы, которые можно применить ко всем этим вопросам, но если говорить о какой-то конкретной ситуации, то в Библии нет стиха, который вам укажет, жить ли в этом районе или в другом. Также нет такого стиха, который бы сказал, что настал тот час, когда вы должны прекратить ваши отношения, в которых вы страдаете и терпите унижения, и развестись. И в подобных ситуациях нужно понимать, как применять Библию и ее принципы. Законничество для многих особенно притягательно, потому что оно на все дает упрощенные ответы. Вот свод правил, и он подходит всем. И они не понимают, насколько это эгоистично, потому что они эти правила не применяют ко всем одинаково. Как я уже говорил, к себе они применяют приспособленную волю Бога, а к другим идеальную. Очень просто. Я слышал, что в одной церкви вся работа их консультационного отдела сводилась просто к тому, что когда люди приходили и рассказывали о своих проблемах, с ними молились и давали им стихи из Библии. Вот тебе стихи из Библии. Они отвергали всякую консультационную помощь, как мирскую. Мы придерживаемся только Библии. И вот вам стих. Что случится, если вам попадет стих «Иуда пошел и удавился»? Или что-то в таком духе. Это же тоже стих из Библии. Что говорит Слово Божье? Иуда пошел и удавился. Нет, это не мудрость. Поэтому во время следующих проповедей мы будем подробнее говорить о других способах, как распознать Божью волю. Спасибо, Джейсон. Следующий вопрос. От Мэри. «Можно ли комосексуализм считать Божьей адаптированной волей, так как узаконили однополие браки?» Да, прекрасно, Мэри. Хорошо. Вот что мне нравится в вопросах и ответах. Никогда не знаешь, чего ожидать. Хорошо. Смотрите. Два момента. Нам нужно видеть большое различие между тем, что происходит в политике, и тем, что нам, людям царства, нужно учитывать. И эти два момента сильно отличаются. Ваше мнение о том, что должно делать правительство и какие законы нужны, это одно. Но мы, как люди царства, должны задать себе другой вопрос. Включаются ли однополые взаимоотношения в Божью тактику адаптации? Дело вот в чем. Даже это является политикой. И люди сейчас нервничают, потому что контекст, в котором мы находимся, политически. Была проведена черта. Образовались категории, и что бы вы ни сказали, это могут и будут использовать против вас. Люди пытаются определиться с этими категориями. Вы за или против, или еще что-то. Вот что грустно в этой политике, внутри ли она церкви или снаружи. Как только эти категории установлены, тогда вам не нужно никаких отношений. Огромная разница в том, задаете ли вы этот вопрос, будучи во взаимоотношениях, из-за которых вы обладаете какой-то мудростью в этом вопросе, или же задаете его как политический вопрос, чтобы решить проблемы мира. С точки зрения царства, мы должны всегда помнить, что любовь воплощается, и что она всегда конкретна. Нам нужно задавать этот вопрос, находясь во взаимоотношениях. Хочу поделиться с вами одной историей, над которой по пути домой вы сможете поразмышлять. Впервые я начал серьезно задумываться об этом вопросе с точки зрения воплощения лет двадцать назад, когда я познакомился с такой однополой парой. И эти две женщины попросили меня, я в это время преподавал уроки в организации открытия двери, консультировать их раз в неделю, потому что у них были сложности. И вот на протяжении шести недель после этих уроков мы разговаривали по нескольку часов. Было чудесно. После того, как они открылись мне, и я узнал их получше, я увидел, у них обеих огромную рану. Просто кошмар. И на основании всего услышанного я пришел к выводу, что их комосексуальная ориентация была наименьшей из их проблем. Там было и много других проблем. На самом деле, я четко осознавал, что, по крайней мере, одна из этих женщин была все еще жива из-за любви другой. Будучи не в контексте, легко громко заявлят, что Божий идеал в гетеросексуальной моногамии. И вы должны расстаться. Точно так же можно поехать в Кению и говорить, «Эй, Божья идеальная воля в моногамии, поэтому те семьи должны расстаться». И мы поступаем, как слон в посудной лавке, не зная, что творим. И когда мы политизируем некоторые вопросы, мы именно так и поступаем. Сносим все на своем пути бульдозером. Тут нужна мудрость. И я бы сказал так. Да, Бог приспосабливается к этому. Бог всегда приходит к нам в то место, в котором мы находимся. Тут нужна мудрость. Мы всегда поступаем так с собой и нашими близкими. Мы же не все сразу делаем. Это же процесс. Может, сейчас время работать вот над этим вопросом. А потом мы перейдем к вот этому вопросу. Это длинный процесс. И как только вы подумаете, что вы уже совершены, бум! Бог открывает очередной слой греха в вашей жизни, и теперь пришло время разобраться и с ним. И близкие вам люди, возможно, имеют нужную мудрость, чтобы знать, что, когда и где подтолкнуть, и где и отступить. Жизнь — это очень сложная и хрупкая штука. Поэтому нельзя вот так бульдозером отвечать на этот вопрос. И задавая такой вопрос, вы должны проявлять любовь и знат отношения изнутри, принимая людей такими, какие они есть. У нас существует долгая традиция все только политизировать. Поэтому самое простое. вытащить свою политическую карту и бум! Вот мой политический ответ, а тем временем это разбивает людям сердце. Это не подходит царству. Мы задаем такие вопросы, зная ситуацию изнутри. С любовью. Аминь. Аминь. Когда вы читаете Библию, я призываю вас делать это грамотно, задействовать групповой подход, читать все в контексте и с мудростью, не осуждая других. Аминь. Я закончу молитвой и приглашаю молитвенную группу в эти вперед. И если у вас есть какая-то нужда, я призываю вас в эти молитвы и молиться с ними об этом. Они здесь для этого. Не уходите отсюда с грузом. Отче, благодарю, что ты даешь нам свет, который освещает наш жизненный путь. Помоги нам, Боже, иметь покорнее тебе сердца, которые ищут тебя. Дух Святой, напоминай нам, ясно ли мы понимаем твою волю или нет, то, что ты хочешь, чтобы мы были готовы покориться, живя в любви, как и ты возлюбил нас. Молимся во имя Иисуса. И все люди царства сказали, да благословит вас Бог, люблю вас, идите и строите царство. Я хочу исполнить волю твою, прошу окропить меня своей кровью. Я хочу увидеть славу твою, наполни меня своей любовью. Я без тебя не знаю пути, куда мне идти и как мне жить. Прошу, научи меня любить, как любишь ты.